Шеф, у меня уже рука запекла. А я вот так целый день ходил. А я вот так целый день ходил. Привіт, друзья. Вы знаете, как у нас проходят учения студентов? Денис, будешь студентом сегодня. А с директором страшно работать? Начинается оно с правильного взуття. И обязательно надо на все дырочки зашнуровать. Потому что если они на все, и очень быстро работают, то капсы могут лететь. Это фирмовые? Нет, конечно, подробками. А как ты думаешь, будет комфортно работать в паре с директором? Комфортно, мне комфортно. Надо работать. Какая у нас задача сегодня? 44 отверстия пробурить. Диаметр 35 мм. Арматура будет 28. Клеим на Hilti RE500. Глибина бурения 280 мм. 44 отверстия. До речи, новый ТЕ-70. Проверим. Чем мы будем сегодня працювать? У нас два основных инструмента будет и один додатковый. Но я думаю, он не знадобится. ТЕ-70 основный инструмент. ДД-150 основный инструмент. Будем бурить комбинованно. Там, где будем попадать в арматуру, будем использовать алмазную коронку. Там, где будем просто идти по бетону, будем бурить буром. Так швидше и дешевше. Хотя, до речи, не факт, что швидше. Надо это перевернуть. Пропозиция сразу проверить, что швидше. ДД-150, ЧТЕ-70. Чтобы не быть голосливым. По факту, доведеться, бурить, мабуть, 29, а может и 30. Потому что я не уверен, что керн будет ломаться так, как нам нужно. ДД1 2.07 Круто. Дэна, ты так сможешь? У тебя есть 105 кг? 207 отверт ДД-150 и сейчас проверим что нам покажет новый ТЕ-70 минут 52 а з якого боку 28 все, четко по факту виходит, что ТЕ-70 быстрее, когда не идет о арматуру бо не тут, не тут мы не потрапили в арматуру бонус так, я что-то удивлений я виявився правый, что ТЕ-70 шлише, чем ДД-150 давайте еще раз переборем что-то тут не так арматурка сколько там? 34 секунды и вперлись в арматуру, да? а пробурили сантиметров 10 не больше после перфоратора заливаем в арматуру воду вимиваем весь цей пил и прибираем пилосмоком и в принципе арматуру такий самый практично как после алмазной коронки но он еще лучше, потому что он имеет определенную структуру арматуру более широкий после коронки он более гладкий хотя РЕ-500 клеится и в вологие отворы и в гладкие отворы и после коронки поэтому для РЕ-500 в принципе немае разницы 8 сантиметров 8 сантиметров за 38 секунд и останний секунд 15 я честно разумею, что там уже арматура до речи, воно гризель эту арматуру арма... арматура давайте знаете, как сделаем? мы сейчас добурим алмазной коронкой и померяем час полный бурения комбинованный перфоратор бур плюс коронка ДД-150 до речи, то напайка Дістаровска а ДТНС точнее а зараз мы возьмем Эквидист Эквидист крутый Hilti сегмент с ориентованным алмазом 224 если честно, Эквидист просто космос он летит мне кажется, я там двече или трече пройшел какой-то метал сейчас мы это проверим 1-2 2-24 комбинованный час бурения после бурения и 2-8 арматура теперь бурим просто Эквидист с нуля и посмотрим сейчас бурения мусор 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 Но это было не больше, это у нас было 3 минуты 9 секунд, а перед этим 2.20, да? Ну так у нас 9 с копейками хвилин, 9,5, 4 отвера, это если рассчитать чистый час бурения. И по факту выходит, что инструмент бурить приблизительно одинаково, по скорости, что это 70, что это 150, при одной умове, вы не попадаете в арматуру. Потому что когда вы попадаете в арматуру, перфоратор просто остановится. Можно постоять в 1,10-1,15, помучать эту арматурину, и этот бур ее прогрызает. Почему он ее прогрызает? Подписывайтесь на ссылку в видео. Такое видео мы уже взяли, потому что там специальная голова и лазерное заваривание. Я бы сейчас обратил внимание, что этот бур уже немного постраждал, и одного куска головы тут нет. Но он еще пробурит своих сотню отверев, я думаю. Музыка. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok И когда у вас уже подтертый сегмент, то просто швидкость бурения сильно падает не через то, что сегмент подтертый, а через то, что там застареет керн между корпусом коронки и сегментом. Попередний керн, который вы пробурили, и он не дает подать воду на сам сегмент. Поэтому швидкость бурения резко падает, и нужно каждый раз дистать коронку, когда вы проходите, например, термотурку, а вы это чувствуете. Вы так швиденько дистаете коронку, вы тряхуете этот керн и далее бурете. И при таком условии швидкость бурения, если и изменится, то очень не сильно. Я бы сказал, что оно практически не изменится. А вот, если вы не хотите дистать этот керн и воду не пускаете на сегмент, то тут, конечно, достаточно суттєвая разница между новым сегментом и БУ. Когда коронка уже сделала 10 или 20 отверев, она в таком формате бурить значительно повильнее. Так, какой загальный метраж мы пробурили? Давай порахуем. 10 отверев по половинке, но они не рахуются, потому что они не добурены. Это где-то в районе 1,5 метра и 27 отверев по 28, ну, 9 с копеечками метрю погони. Працювали мы с Денисом, не менялись. Бурив я, он обеспечивал мне водой, обеспечивал электрикой. Ну, на самом деле, если бы с камерой не бегал, я пробовал бы все. Друзья, подписывайтесь на канал, включайте вподобайку и все там все. Дзвіночек, дзвіночек включайте, обовязково. Все. Дякую за перегляд. Нехай счастлив. Дякую за перегляд. Продолжение следует...